Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Немножко отойду от сути именно этой рубрики и немножко поговорим с вами о другой рубрике на нашем канале, это карьера за игрока. Да, я ее официально закончил, сейчас, не знаю, ну, записываю это все, конечно, заранее, вот, поэтому я постараюсь сделать полный обзор всех сезонов карьеры за игрока, полностью всю статистику мы с вами соберем, вот, ну, и на этом официально мы закончим, ну, потому что очень это уже долго, это девятый сезон вроде как шел, 50 выпусков именно самой карьеры, 51 это будет обзор на все сезоны, и все, мы закончим именно в Фе-20 карьеру за игрока. Так что пока что у нас будет на канале выходить карьера, вот, за канал, за игрока больше не будет, пока что в Фе-20, естественно, потому что уже заканчивается. Будем что-нибудь новое придумывать, какие-нибудь рубрики интересные, но продолжаем теперь именно к нашей сути. Карьера за канал, сегодня у нас очень быстрый выпуск получится, потому что февраль, а третьего сезона мы намереваемся выиграть Лигу Чемпионов. Сити, наш соперник в чемпионате, потом Норвич, можем здесь, естественно, вторым сыграть, здесь мы против Монако первым, наверное, и против Ливерпуля тоже первым. Здесь Кристалл Пелес можно, я даже не знаю, вторым, наверное, потому что дальше Ливерпуль идет, вот. Ну что же, посещаем мы пресс-конференцию. Ну что же, против Сити мы будем играть первым составом, здесь я поменял теперь Мишина, Мишин теперь в первом составе, отошел он как бы от травмы, Полина вместе со Шмельковым будут во втором составе. Вот такие вот пока что у нас дела, поэтому играем в выездной матч, посмотрим. Вот, поэтому, так, это у нас второй состав, вот он наш первый. Ну что же, ясно в стадионе, поехали. Итак, разминается Марко Вератти, недавно он перешел из пассажир в Манчестер Сити, пассажир мы выбили, так сказать, с первой строчки Лиги Чемпионов на вторую, и они со второй строчки вышли в плей-офф. Ну вот он перешел в Манчестер Сити, но мы и в составе, когда он был уже Сити, его тоже обыграли именно на этом стадионе 4-1 в городе Манчестер на стадионе Этихайт Стадион. Итак, теперь у нас чемпионат, интересный будет матч, первая строчка против второй, мы уже обыграли их в чемпионате тоже, поэтому мы единственное им поражение нанесли. Ну посмотрим, как мы отыграем теперь в премьер-лиге, именно на выезде. Стерлинг с мячом. И Жезус забивает, это 1-0, лучший результат у нас на выезде, между прочим. Ну и вот Жезус открывает счет, и теперь нам придется еще и отыграться, надо забивать на минимум 2 мяча, потому что нам надо обыгрывать Сити, только нам пока что это подвластны. Сейчас февраль месяц, а никто еще Сити, кроме нас, и не обыграл в премьер-лиге. Не сбавляют горожане, на Козлов отдал, Козлов, он видит Сара, отдает на него, очень хорошая передача, Сар, Смаила Сар. И это 1-1. 41-ая минута, Исмаила Сара, очень хорошую контратаку. Мы ушли после углового от Сити и сравняли счет. Замечательно. И вот, и вот он этот момент, Козлов забивает, 84-ая минута, 2-1, очень хорошо сейчас получилось. Выждали этот момент, эту паузу и отлично, очень хорошо сейчас получилось. Вот она настоящая боевая команда, которая может обыгрывать Манчестер Сити. Давайте я вместо Миранчука выпущу Мельникова под концовку, чтобы немного полузащиту освежить. И Козлов забивает седьмой гол, Миранчук отлично отыграл этот матч, но устал, естественно. Все, друзья, 2-1, минимальная победа Прессона над Сити, волевая, мы проигрывали, и отлично. Прессон единственная команда, которая в этом сезоне, скорее всего, дважды обыграет Манчестер Сити, потому что сейчас у Сити это второе поражение за весь сезон, а сейчас только вот февраль. Так что вот такие вот дела. И у нас получилось дважды обыграть Манчестер Сити в премьер-лиге. В трюшечке не вышел, конкуренция это здорово, будет против Норвича, значит, играть. Мы лучше играли, действительно. Ну и теперь у нас отставание в 5 очков до Сити, вряд ли они вообще кому-то еще проиграют. Матча у нас больше против них не будет. Так что, ну, заслуженно, мне кажется, вторую строчку мы можем, естественно, получить. Надеюсь, в 5 очков у нас отрыв от Челси. И до Ливерпуля. Сборная Исландии предлагает нам стать тренером сборной, мы отклоняем. Ну, у нас сейчас игра против Норвича, будем играть вторым составом. Вот он, на ваших экранах. Потом мы сыграем первым против Монако и первым против Ливерпуля. Так, ну, какая у них классная форма, сейчас красная у Норвича. Пасмурно на стадионе, поехали. Так, замечательный наш домашний стадион после победы над Манчестер Сити с счетом 2-1 в сегодняшнем выпуске. Мы, естественно, фавориты лиги, но не на победу, наверное, все-таки, а на вторую строчку. Это должна быть заслуженная наша награда, потому что, ну, дважды обыграли первую строчку, но с другими командами теряли часто вот очки. Поэтому Прессон против Норвич Сити. АПЛ, поехали. Мишин. И Матвей забивает пятая минута, 1-0. Прессон против Норвича, отлично. Вот так вот это мне нравится играть, что и оборона во втором, нападение во втором составе тоже умеет быстро забивать, конечно. Дурмисси. Это в Италии вроде он играл. Если я ничего не путаю. И вот такая контратака пошла. Ну, и здесь, естественно, по пустым уже отдает на пустые. Пуки забивает. 1-1. Здесь вот именно, как я и говорю, здесь, скорее всего, дело даже не в Кривохарченко было, а в Довбне. Ой, не в Довбне. В обороне. В обороне, естественно. Потому что, ну, вот так вот куда-то побежали, сломя голову. Нету какой-то взаимосвязанности, как, например, вот у первого состава. А вот и Мельников. А вот и Мельников 2-1 сразу же делать. 27-ая минута. Ни минуту мы не даем наручу быть наравне с нами. Гадкин. Забрасывает на Скворцова, и это 3-1. Асайда никакого не было. Вот это хороший, пронесительный гол получился. Получился с такого, ну, серьезного прямого угла пробил Скворцов. С лету повезло, что галки при не потащил. И Вяткин очень хорошо увидел забегание Скворцова. Поэтому получилась такая хорошая передача. Еще сам же Скворцов хорошую передачу эту отдал. Пяткой. Ну, здесь вот с правой ноги в дальний угол забивает Скворцов. Свой 14-й гол он обгоняет на 1-й гол пока что Максима. У того 13, у Скворцова 14. Вот она, эта связка второго состава в премьер-лиге. Просто невероятная. Мельников очень хорошо сейчас набирает скорость. Отдает на Скворцовый. И тот просто пушкой забивает 4-1 счет. Отлично. Мельников причем сам отдал уже сейчас на Скворцова, который забивает 15-й гол в премьер-лиге. И практически Мельников отдал свое первое место, на которое он практически там лидировал именно у нас в клубе по забитым мячам. Но теперь он отдал на Скворцова. Ну, голевой пас для Мельникова и 15-й гол для Скворцова. Вот так вот Скворцов забивает. 4-1 у нас счет. И Скворцов что сейчас отворил? А, он забивает х3. Он забивает х3. Это был сейчас самый медленный, наверное, х3. Но именно гол. Вот. Очень аккуратно здесь он прям сделал. Покатил низом. Попал в штангу, вратарь отлетает. Еще здесь уже по пустым. Скворцов забивает. Мельников очень хорошо сейчас получается. И мне. Спасибо большое Максиму. Он отдает прямо сейчас мяч на меня. Я делаю счет 6-1. И для меня, я не помню, может это даже и первый гол в Премьер-лиге. Может быть второй. Не знаю, сейчас узнаем. Второй гол, да, в Премьер-лиге на 90-й минуте. Под разгром так залетают. 6-1. Максим сегодня очень хорошо отыграл. Две голевые вроде как отдал. И гол забил. Так что мне кажется... Ну, Скворцов уж точно игрок в матч. Он х3 все-таки забил. Все. 6-1. Разгромная победа Преста над Норвичем. Обыграли даже вторым составом. Скворцов получает свой мяч. За 4 удара у него 3 гола в матче. Поздравляем его с хэт-триком. Ну и 10-0 у него оценка. Скворцов формил хэт-трик. Все замечательно. Нерегулярный почему у него стоит в контракте. 20 игр мы не проигрываем. Это практически полсезона. И не сдавайтесь, скажем. Пожалуйста. Все. На этом вопросы у них подошли к концу. Так. Что здесь? Так. Я дам тебе шанс. Естественно, он будет играть. Вместо состава чуть-чуть. Кого головин-то начинает гнать? Они играют ровно столько же, сколько и первый. Ой, второй. Немножко, может, чуть поменьше. Но все равно играют же. Так. В рейтинге никто не прокачался. Но Козлов скоро может получить 81-й долг. Мне 87-й рейтинг. Сейчас у нас выезд. Мне очень нравится играть на выезде. Первые матчи. Сыграем против Монако. Тоже французская команда. Вот так. Ну и смотрим на наших игроков, которые пришли на просмотр в Молодежную Академию. Берем только 90+. Вот там еще один Петраков, кстати. Вот такие вот дела. И давайте мы глянем сначала, на каком месте в чемпионате Франции находится сейчас Монако. Потому что это тоже интересно, как они в регулярном чемпионате там играют. Монако сейчас идет на третьей строчке. Отставание в 12 очков от ПСЖ. ПСЖ ни разу не проиграли в лиге. Но проиграли зато дважды в лиге чемпионов именно нам. Монако здесь, скорее всего, я не знаю, может, дважды именно ПСЖ проиграли. Кто знает. Но третья строчка здесь практически за ними, мне кажется. Вот, так что давайте сейчас еще и глянем на Монако в групповом этапе. Тоже интересно все-таки для нас сейчас брать эту статистику. Так, не в тот турнир. Нажал. Потому что, потому что, потому Монако... Ну, для нас это первый сезон в лиге чемпионов. Скорее всего, мы надеемся последний. На весь мы выиграем в этом сезоне. Монако против Тоттенхэма ПСЖ и Копенгагена играли. Выиграли дома ПСЖ, а не 2-0. Потом сыграли в ничью, кстати, с Тоттенхэмом на выезде 2-2. Это хорошо. 4-2. Разгромили, так сказать, дома Копенгаген. На выезде обыграли минимально Копенгаген. Вот. Потом, так, сыграли в ничью с ПСЖ и проиграли там, да, Тоттенхэму дома у себя. Так что, у них одно поражение в группе, 2 ничьих. Вот. Причем против Тоттенхэма и против ПСЖ. Ну и Тоттенхэму они и проиграли. Посмотрим, как еще одна английская команда. Для них это тоже это английская команда снова. Так. У нас одна из лучших команд. Ух точно в лиге чемпионов, мне кажется. Есть хорошая вероятность того, что мы победим. Это факт. Я в деле, скажем так. Ну что же, подходим мы к матчу. Давайте, может быть, еще персональных игроков каких-нибудь найдем. У нас это Головины Козлов, лучшие бомбардиры. У Монако... У Монако нет, даже вот Ромеро какой-то из ПСВ забил. Вот. Эриксон там в группе именно. Смотрю, вот еще Бергуин за ПСВ забил. Поэтому, может быть, в ассистентах здесь есть. Здесь наш Козлов за 8 матчей 5 голевых отдал. Вот. Смолов тут еще записался 2 голевые за 6 матчей. В Монако нету никого. Здесь наш голкипер Довня. 3 матча из 5 насухо. А в Монако... А в Монако вот Аккан за 6 матчей 2 насухо. По желтым, по желтым. По желтым, по желтым. Вот так. Это Аякс. Ну, все, здесь, походу, нет. И красный тоже никого. То есть, ни в бомбардире, ни в ассистентах особо мы не видим игроков Монако. Но посмотрим, как мы все-таки отыграем. Все-таки вот сразу видно Бергуин из ПСВ, которые уже даже не вылетели вроде в Лигу Европы. Но вот он до сих пор находится 6 забитых мячей у него. Вот. И Эриксон там с 7 забитыми мячами. Это все из группы с Монако. Значит, Монако не играет в такой прям атакующий футбол. Вот. Ну, вот он наш состав. Дождь на стадионе. Поехали. Разминаются игроки Монако. 11 номер. Без понятия, кто это. Может быть Джелсон Мартинш. Может быть. Но это не точно. Ну, и вот наши игроки. Это, естественно, Антон Миранчук. Один из лидер, действительно, в последних матчах. И в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге очень сильно прям нам помогает. Ну, что же. Давайте я прям сразу же нажму для вас. Потому что мне самому тоже интересно, кто сейчас выступает за Монако. У меня Пачека. Пачека, кстати. Они Акан, Гинтер, Павар, Павар, Марипан, Желсон Мартинш, Бен Асер, Делэйни, Брозович, Гранд Сир, Пульсон, Виллен Хосе. То есть здесь Марипан и все. А вот это Гранд Сир, я не знаю, но здесь только один Марипан. Из того состава, который вот с начала FIFA 20 оставался, все. Больше здесь нет таких прям игроков. Непонятно, куда они всех вдевали. Где... А, ну Головин, а мы забрали. Так что точно сегодня Головин встретится против своей команды. Вот, Бен Лидер. Не знаю, куда он делся. Зобнин. И Зобнин, это 1-0. На четвертой минуте мы открываем счет уже и за штрафной пробивает Роман. Отлично, это 1-0. Не знаю, к каким болельщикам бежит сейчас Зобнин. Нет, к Монако все-таки побежал. Ладно, наше, значит, будет во втором тайме. Там, вот, Далов, его замечательную передачу отдал. Здесь Козлов, да, обратно отдал. Ну и 1-0. Зобнин забивает в Лиге Чемпионов свой третий гол уже. Это под 1-8 в Лиге Чемпионов. Ну, надеюсь, мы должны проходить здесь. Расстрел, хороший прям. Ой-ой-ой-ой, Брозович, вот это вот отскок сейчас был. Кто это здесь накосячил, надо глянуть. Ну, здесь прям все. Вот, именно по сами почему-то решили выйти. Джики, Мишин. Это Мишин же вроде был или нет? Ага, это Зобнин. То есть он как бы и забил гол, и привез гол. Ладно, 1-1. Вот это вот сейчас просто тупо было и обидно. И Козлов через себя забивает. Вот это вот Галешник в 1-8 финала Лиги Чемпионов против Монако. И все, теперь-то, Козлов, беги к нашим болельщикам. Это снова там Монако. Я не понимаю, где наши-то болельщики сидят? Вон они, да-да-да, мы сюда все-таки прибежали. Чуть-чуть они справее находятся. Вот. Ну, отличный гол сейчас действительно прям. Головин на Делефео, тот на Козлова и Козлов. Козлов очень хорошо забивает. Правой ногой, сейчас глянем. Да, вроде как правой. Правой ногой оформляет гол ножницами. Будет, наверное, лучшим голом в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Именно от Прессона я надеюсь на это. И, нет. И на 92-й дополнительной минуте здесь Кейта Бальде забивает. Сравнивает счет. Это 2-2. Ну и все, вряд ли сейчас уже дадут нам время. Я не знаю на самом деле. Ну все, да. Уходим, друзья. Мы на паузу в Лиге Чемпионов. До второго матча. 2-2. Ну вот это вот обидно было сейчас в конце, конечно, пропускать. Так что Монако действительно боевая команда. Но все-таки два мяча мы смогли им на выезде забить. Леон обыграет Интер 2-0 у себя дома. Так. Мы заслуживаем усеять на статус фаворита. Мы все-таки забили два мяча на выезде. Пусть докажет, что я ошибаюсь. Это футбол действительно. Вот. Сейчас у нас интереснейший тоже матч против Ливерпуля. Долг мне. Спасибо, что прислушались. Жду от тебя большего. Вот. Ну и сейчас у нас игра против Ливерпуля. Финал Кубка Карабао. Наш первый финал в этом турнире. Так, изменения в расписании. Там еще что-то нам поставили. Надо глянуть будет. Вот. Ну а сегодня это действительно, да, последний выпуск. Точнее, последний матч на выпуск. И я не знаю, что нам здесь вообще переставили на самом деле. Странно. Ну ладно. Первым сталом мы будем играть. Вот. Хоть он немножко и устал, но я надеюсь, у нас получится все-таки финал. Вот. Кубка Карабао. Здесь тоже нельзя плохо играть. Зоблин действительно хорошо прям играет. Все, сосредоточимся, сыграем хорошо. Ну и надеюсь, первый наш трофей залетит. Потому что мы впервые вышли в финал Кубка Карабао за три сезона. Вот. Вынесли Манчестер Сиди здесь, поэтому обязаны выигрывать Ливерпуль. Хоть многие игроки здесь устали, конечно. Но надеюсь, мы все-таки будем лучше сегодня. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак. Разминаются игроки Ливерпуля. Общаются здесь между собой. Алан. Вроде стоит Фабиньо. Робертсон. Ну вот Алан мне больше всего настораживает. Вроде это он. Ну вот Головин. Зобнин. Нет, Зобнин ближе к нам. Да. Там Миранчук. Стар. Зобнин. Просто действительно очень классные игроки третьего нашего сезона. И финал Кубка. Карабао на Уэмбли мы играем. Алисон будет сегодня противостоять Долгни. Поехали. Да. Это все-таки Алан был. Тьяго уже выступает за Ливерпуль. Спокойно Джеке. Ой-ой-ой-ой-ой. Забивает Маннея. Девятая минута. В дальний угол пробивает. Здесь даже не знаю. На кого повесить этот гол. Здесь Джеке нормально сыграл на самом деле. Но вот этот именно удар очень точный. Прямо бильярдный. И Ливерпуль выходит вперед. Это 1-0. Заиграл до конца Головин. И. И. Миранчук забивает. Сравнивает счет. Это 1-1. 19-ая минута. Очень сейчас хорошо прям отыграли. Затолкали. Затолкали действительно. Шляпа, а не гол. Можно тоже сказать. Но. Все равно все замечательно для нас. Подача от Головина. И это пенальти. Мишин зарабатывает его. В Хоэвера попадает в руку скорее всего. Ну и к точке пенальти у нас подходит Джарадо Ло Фео. Я даже не знаю. Ну давайте в левый нижний. И потащил. И сесть на Алисс. Именно этот угол. Угадал. Ой-ой-ой. Как же. И это снова пенальти. Снова Мане нарушает. Я что-то даже не понял. Я думал Козлов сейчас забьет. И все. Но нет. Козлов мимо пробил. А там Мане на Сара походу. Нарушил. Здесь отдал передачу. Отлично. Снова пенальти. Но я не знаю даже что делать. Давайте понынкой в левый верхний. Стандарт наш. И этот он удар потащил. Что вообще с Алиссонома? Два пенальти он тащит. И Миранчук 2-1. Отлично. Не с пенальти так хоть с игры мы забиваем. Отлично. Антон Миранчук забивает сегодня дубль. 69-ая минута. Делафе он не смог забить ни одного гола с пенальти. Так что поменяем скорее всего мы пенальтиста. Хотя он самый лучший. В составе. Очень хорошо здесь и Козлов отдал на Миранчука. И тот еще и левой ногой как брат учил. Забивает ворота Ливерпуля. И это его пятый гол. В кубке Карабао. Я надеюсь не было асайда. Козлов. 3-1. Вот это просто сейчас обидно для Алиссона. В матче он потащил два пенальти. И вот здесь вот просто так еще и унижает его Козлов. Забивая третий гол в матче. Дубль Миранчука. Один гол Козлова приносит нам победу. В финале Кубка Карабао. Очень хорошая передача. Думал что вообще асайд здесь будет. Ну очень хорошо здесь отыграл. У Козлова это со второй попытки в этом матче получилось. В первой и там отбил Алиссон немного задев. И мяч отлетел краю штрафной. Поэтому здесь вот все-таки Козлова это получилось сделать. Ну и Козлов забивает свой третий гол в кубке Карабао. И все. Это действительно друзья победа. Все. Наш первый трофей. Первый. Кубок Карабао. Мы завоевали. Миранчук главный герой сегодняшнего матча. Но мне кажется все-таки Алиссон. Он два пенальти отбил. Просто невероятный пляж. Это один-один он это сделал. Делла Фео. Празднует он наверное. Но все равно для себя будет знать что. Следующий пенальти он бить не будет. До поры до времени. Джеки как капитан сегодняшнего нашего клуба поднимет этот трофей. Замечательный Козлов 9.4 оценка. Один удар всего лишь был у Ливерпуля. И тот не в створ. В штангу попал Мане. Так и залетел его мяч. Все. 3-1. Обыграли мы Ливерпуль. Теперь мы записаны в историю. Это большой шаг для клуба действительно. Зобнин. Сохранить эту форму. И Миранчук демонстрирует выдающийся футбол. Причем купили-то мы бесплатно. Миранчука взяли. А не Алексея. Хотя лучше-то именно Алексей. Там 120 тысяч евро нам добавили. Замечательно. Мельников не нужно чаще играть. Место ставить все еще за тобой. Не знаю чего он здесь так обижается на нас. Странно конечно. Рассчитываем. Рассчитываем. У Лагунов 53 рейтинга становится. Сироткина неплохо. Три характеристики у себя прокачала. Пока что все потихонечку накачаются. Приходит нам сообщение. Ежемесячный отчет. Давайте глянем. Лагунов. Лагунов 85 уже на самом деле. Я даже не знаю. Давайте уберем его. Потому что 85 это уже слабо. Десни. Десни. Десни надо вот покачать будет. Посмотреть что он из себя представляет. Айвазян говорит что в хорошей форме. Хочет сыграть. Но против Крисопола скорее всего и будет у нас играть. Второй состав. Вот. Что там Довнин. Он потихонечку может будет отдыхать. Пока что я не собираюсь выпускать Кривохарченко. Давайте посмотрим на итоги выпуска. Сегодня 4 матча всего лишь было. Но зато уже в марте там чуть побольше. Может быть 5 штук. Наверное. Мы сейчас идем все так же на второй строчке. У нас 6 очков отставания до Манчестер Сити. Еще у нас. Я так понимаю. Ну да. Игра с Ливерпулем будет. В чемпионате. Четвертая строчка против второй. Тоже интересно. Суперкубок Англии мы выиграли по пенальти. В кубке Англии как раз мы будем вот играть против Кристал Пелоса. Это получается что это у нас 1 восьмая. Если я все правильно понимаю. Играем против Кристал Пелоса. Выиграли кубок Арабау. Спасибо всем кто в нас верил в предсезонный турнир. Суперкубок УЕФА. Ну и по первым матчам давайте глянем. Ювентус обыграл Челси. Атлетик обыграли ПСЖ. Интер проиграл Леону. Мы сыграли мячу с Монако. Сити выиграли Баварию. Барселона выиграла Шальке. Реал выиграл Боруссию. Тоттенхам выиграл Байер. Вот. Что по Лиге Европы. Уже известны пары. 1-8 тоже давайте. Франкфурт прошел Порто 6-1. Вользу прошел Лил 6-1. Ливерпуль вынес Ферентину 8-0. Валенсия 4-0 вынесла АЕК. Эвертон по пенальти 5-4 выиграл Динамо Загреб. Наполи проходит АЗ 3-1. Рома 5-1 Олимпиакос. Марсель Генк 4-2. Бетис 5-2 Зальцбург. Милан 6-0 вынес Брюгге. Лацио 3-1 обыграли Брагу. 4-1 Лейпциг обыграл Валериал. 3-0 ПСВ вынесли Андерлеф. 3-0 Севиле вынесла Рен. 5-0 Бенфика разобралась с Пауком. И Арсенал 6-1 со Спортингом. Вот так вот. ПСВ Бетис, Милан-Валенсия. Интересный матч. Франкфурт-Севиле тоже интересно. Ливерпуль-Рома. В Ливерпуле же играет Салах и Алисон. Они ведь перешли именно из Ромы. Будет тоже интересно это посмотреть. Наполи-Лацио. Вот такая вот итальянская вывеска. Арсенал-Вольфбург. Эвертон-Лейпциг. Марсель-Бенфика. Так что матчи на самом деле очень интересные везде. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok